Добрый день! Ваш вопрос. Поговорим сегодня обо всем и образовании, и о том, на каком сегодня месте физика находится в нашей стране, ну и в принципе наука. И вот в связи с последними событиями хотелось бы начать. У нас есть большая победа, успешная. Я сейчас говорю про нашу команду, которая показала себя на Международной Олимпиаде по физике, да, и показала, я так понимаю, лучший результат в своей истории когда-либо. Ученики Ильичской первой государственной гимназии выиграли сразу несколько медалей. Золотой, к сожалению, нет среди них, но есть одна серебряная, три бронзовых, да. Я так понимаю, что вы курировали эту команду. Ну да, я был руководителем команде на месте сражения на Международной Олимпиаде по физике. А где она проходила? Она проходила в этом году в Израиле, в Тель-Авиве, 50-е по счету, юбилейная Олимпиада. Это, как бы, главный финал, мировой чемпионат по физике для школьников, который проходит каждый год в своей стране. А на уровне Международной сборной школьники уже не делятся на классы, но сборная у нас была очень сильная как раз своей сбалансированностью. Самые два опытных участника, Ингвар и Янис, они были, закончили уже школу как раз, 12 класс в этом году. Это максимальный возраст, чтобы участвовать. И были также ученики 10-го и 11-го класса. То есть это ученики средней школы, грубо говоря. Это средняя школа, да. Но, в принципе, если ты можешь, как только ты способен решать задачи по всему спектру тем на таком уровне, то можно квалифицироваться и раньше. Хорошо, это победа, это ваша заслуга? Нет, нет, это заслуга большого коллектива учителей, студентов, молодых преподавателей, которые систематически работают со школьниками. Конечно, это начинается со школьной скамьи, это начинается с многим знакомой районной олимпиады по физике, в которой у нас принимает участие больше 2000 человек в каждом году. Это как бы первый тур. Всегда это, кстати, число сохраняется, вот эти 2000. Они потихоньку растут. Мне кажется, мы уже дошли до 2500. То есть, оно идёт в противоположном направлении демографии. Что не может не радовать. Там тоже нам есть, чем годится. Да, да, да. Но этим делом занимаются учителя и мои коллеги и наши студенты на факультете физики, поскольку, конечно, олимпиадная физика – это выход для школьника в неограниченный мир науки, который не ограничен рамками программы. Ну, конечно, есть общая рамка, так что мы же не требуем от школьника знаний кандидата наук. Да, есть общая тематическая программа, но уровень задач и как бы их живой контекст, связанный с современными технологиями, активными научными направлениями, такие задачи могут генерировать и качественно составлять, конечно, люди, которые больше в высшей школе, чем в средней школе. И я считаю, что это как бы одна из главных функций олимпиадной программы, которая даёт возможность как школьникам, так и учителям почувствовать вкус предмета и вкус реальной научной технической деятельности, ну, пока мы ещё как бы в школьной скамее как-то… Именно выйти на орбиты, выйти на эти рамки. Вы сказали, что команда представлена разнообразно, но, тем не менее, я так понимаю, что это всё ученики Иришской первой гимназии и это всё мальчики. Да, да, и о чём нам это говорит? Она говорит нам о том, что у нас очень, как бы, у нас большое расслоение как по школам, так и по уровню амбиций, я бы сказал, учеников и их семей, родителей. Первая гимназия особенно тем, что она чётко декларирует себя как ту школу, куда, значит, нужно идти школьникам, если у них есть большие олимпийские амбиции. Те же самые большинство, вот, и пятерых школьников в этом году, они девятый класс закончили в самых разных школах, да, и затем, значит, вот большой конкурс, который имеет место в ведущей гимназии. Именно для первой гимназии, как школы с физико-математическим направлением и известной своей подготовкой к международным олимпиадам по точным наукам, но она привлекает наибольший, как бы, круг таланта. Вот, да, ещё одна тенденция, вот, и в этом году вот получилось так, что вот прям все пять из ученики или выпускники первой гимназии, вот, всё реже совсем в самую-самую верхушку попадают ученики, ну, то, что мы называем русских школ, да, или, скажем, ребята, для которых я, там, в ночь перевода задач жду официального перевода Российской Федерации. Мы всегда даём два текста, официальный английский и латышский, или, если школьник желает, если у родной язык русский, тогда русский текст. Вот, всё реже и реже у нас есть, скажем, мальчик, для которого проще читать физику по-русски, нежели по-английски или по-латышски. А, ну, это говорит всё-таки о том, что мы, допустим, готовы к переводу школ как таковому, ну, это может об этом свидетельствовать, что... Ребятки, готовы или не готовы, да, вы меня, я вижу только самых-самых, которые совершенно уже всё равно, на каком языке что-то, да, я понимаю, да. Вот, и это такой очень вопрос, вопрос ведь комплексный. Конечно, раз уж я, собственно говоря, сам напросился, да, мы на эту тему вышли, ну, мне кажется, вот неправильно то, что нам, где нам тяжело, да, что мы по-прежнему думаем в категориях русских школ и латышских школ. Да, вы же знаете, что главный камень преткновения в преподавании именно физики, химии, ну, таких вот специализированных предметов, где определённая терминология, и где детям, наверное, легче усваивать всё-таки предмет. Конечно, если мы посмотрим, ну, видите как, если мы посмотрим с другого конца, да, и другой конец, и это, опять-таки, даже это совершенно отдельно ещё от родного языка и там социально-экономического статуса родителей проблема, это проблема, чтобы вообще был компетентный учитель, который способен, да хоть на каком-нибудь языке эту физику рассказать, вести учеников и работать с ними, да, и очень, мне кажется, отрицательная тенденция в том, что, ну, есть неизбежный, неизбежный, опять-таки, это отдельный вопрос, но есть вот после шестого класса ученики уходят, после девятого класса ученики уходят, и очень сильная тенденция, ну, те, кто, те школы, которые сильные, становятся ещё сильнее, вот, и, а те школы, где что-то начинает пробуксовывать, они проседают именно из-за того, что те ученики, которые, которым повезло, у которых есть способности, поддержка, скажем, они, для них язык проблем не составляет, они уходят и остаётся, ну, всё меньше той критической массы, которая необходима для каждой школы, особенно, если мы говорим о средней школе, где нужна, ну, критическая масса как учеников, как учеников, так и учителей. Вы вот начали говорить о Рижской первой государственной гимназии, да, и сказали, что эта школа, прежде всего, для учеников с мотивацией, амбициями и для родителей таких же, да, вот здесь вопрос родителей, вы считаете, что он решающий, в том числе, куда они... Ну, тут я скажу, я говорю, как папа, да, ну, извините, но я хочу выбирать своим детям садик, школу, такая, чтобы была лучше, да, как там учат, на каком языке там учат, это вопрос вторичный, конечно, он очень существенный, поскольку это для моего ребёнка и та школа, которая есть, но это одна из компонентов, да, вот, и, ну, мне кажется, кажется, что вопрос того, вопрос языка нужно решать значительно раньше, да, и... Надо было решать, да, 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 и, конечно, сейчас заложниками ситуации являются именно, ну, те школьники или те семьи, которые, ну, немножко ожидают продолжения какого-то вот траектории, где всё происходит на... или ключевые вещи продолжают происходить на русском языке, и это пространство уменьшается. Я правильно вас поняла, что, допустим, если говорить о том числе учеников, которые представлены на Олимпиадах сегодня, там мы говорим сейчас о двух или даже больше тысяч, то это преимущественно дети, учащиеся в латышских школах. Нет, 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 это я уже говорю скорее, видите, здесь нужно чётко разделять, как бы профессиональный спорт, да, и народный, да, для достижений на Международной Олимпиаде нужна специальная подготовка, это действительно может быть определяющим вопросом выбора школы, да. На уровне районной Олимпиады статистика очень соответствует статистике школ, нет, нельзя сказать. Я, собственно говоря, даже особо не смотрю на такой показатель, у нас ведь нет никакой там графы, какая это школа, да, вот, и там по фамилиям учеников тоже делать далеко идущие выводы. Если кому-то нужно, так вся, кстати, полная статистика участников районной Олимпиады по каждому предмету, она в день до Олимпиады доступна, публично, чтобы как раз школьники и их учителя могли убедиться, что он зарегистрировался. Вот, там никаких исключительных тенденций я не вижу, но то, чего хочется видеть больше, что те школы, которые, Долгопилская школа, лицей, Рижская классическая гимназия, просто вспоминаю вот последние там. Ну, Рейти, это самая лучшая школа Латвии, да? Да, 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 да. Хочется видеть их еще больше среди победителей, именно победителей Олимпиад. Вот скажите, пожалуйста, эта победа, ну вот бронзовая медаль, серебряная, она как-то поможет выпускникам, которые вот сейчас уже в будущем? Для выпускников это, конечно, роскошь, это такая очень исключительная строчка в CV, собственно говоря, как бы медаль на Международной Олимпиаде, это существенный аргумент для приемной комиссии лучших вузов, как бы наши вот те выпускники, которые выпустились. Вот, Иоанн ждет решений с Кембриджа. Вот, я к этому и веду. Все-таки те выпускники или еще ученики, которые принимали участие в этой Международной Олимпиаде в Израиле в этом году, они нацелены на то, чтобы эмигрировать и выбрать себе вуз за пределами нашей страны? Нет, ну как бы... Те же самые выпускники наших школ и нашей Олимпиадной программы, они регулярно едут, Рудольф Трейлис, Янис Ирмейс из Одинбурга, из того же Кембриджа, тренировать сборную, работать с нашими школьниками. Это целая такая община, где которых, конечно, наверное, самые богатые медалями не будут больше в школах за рубежом, но у нас хватает медалистов и олимпиадников, которые выбрали свой путь развития как раз в Латвийском университете. Именно поэтому я таким легким сердцем говорю, что вполне возможно в следующие годы я уже не буду нужен совсем, в том числе на последнем этапе, когда уже нужно защищать работы школьников перед Международным жюри. И это целиком как бы уже молодое поколение выстроило систему. Собственно говоря, тот переход, который я непосредственно переживаю, чувствую и вижу в университете, который, возможно, отражает... О, невозможно, определенно отражает общую точку на исторической траектории нашего общества, в том, что в академическом персонале у нас выражены два горба. Поколение, которое старше меня, оно уходит на пенсию. Поколение, которое лет на 10 моложе меня, оно перенимает дела. Вот посередине яма, вот я один из немногих, может, по физике, кто-то и яме зацепился, и мы... Но как бы руками поколение держится крепко, и смотря на успехи и достижения наших молодых как школьников, так и студентов, мое настроение исключительно оптимистическое. Но мы сейчас все-таки говорим о лучших из лучших, о тех, кто побеждает на международных олимпиадах. Давайте поговорим о среднем ученике. Вы сами признали, что папа, насколько я знаю, дважды удалось ли вам увлечь детей наукой. Ну и, в принципе, средний ученик, я не говорю о том, что он без способностей, но и который не принимает участие в олимпиадах. Что у него происходит с точными науками? Ну и, в принципе, я не хочу отделять биологию и химию даже от этого. Ну да, конечно. Знаете, я всегда задумываюсь о том, что вот если бы потенциально сейчас была изобретена машина времени, и мы бы перенеслись, допустим, в средневековье, даже новое время, ну поговорим даже о 16 веке, и нас бы люди того времени. И вот меня бы люди того времени спросили, ну вот ты человек из будущего, ну покажи. Там, не знаю, и мы, грубо говоря, мы не знаем, как можно получить, я не знаю, ток, закон ОМА, термодинамики, относительности, еще раз изобрести этим людям, показать, что такое пенициллин. То есть, фактически у нас, мы что-то там проходили, но вот если с точки зрения эмпирики подходить, да. Замечательно. Значит, это тоже одно из ключевых процессов, через которые проходит не только наш общий, это глобальный процесс, который связан действительно с тем, что современные технологии настолько специализированы, настолько углубленны, что даже очень способный выпускник школы имеет только очень примерное представление о том, как вообще все вокруг работает. И эта ситуация требует концептуально иного подхода к точному образованию, и это исключительно и в первую очередь главная причина, почему и у нас в стране проходит кардинальная реформа подхода к образованию. Да, мы сейчас вынуждены прерваться на новости рекламы, после этого мы обязательно продолжим. Да, давайте, конечно. У нас в гостях, я напомню, квантовый физик, профессор Латвийского университета Вячеслав Кащеев, перерыв, после перерыва на рекламу мы продолжим. На Болткоме разворот. Мы продолжаем. Квантовый физик, профессор Латвийского университета Вячеслав Кащеев у нас сегодня в гостях. Вот до перерыва на рекламу мы затронули тему образования и что у нас остается в умах после того, как мы заканчиваем школы и как это можно применить. И то, что должно оставаться в умах, да, это способность сориентироваться в информационных ресурсах, в информационном потоке, отличить, четко отличать макаронные изделия, навешиваемые на уши от научной информации, иметь базовые навыки точного мышления, критического мышления, логического мышления. Это то, что должно остаться как сухой остаток. Если я забуду закон Ома, там, У равно И умножить на Р или поделить на Р, я буду точно знать, что это за закон, где он мне нужен и где его найти. И проблема, действительно, которой мы уже прикоснулись в начале нашего разговора, в том, что разрыв между вот таким последовательным, давайте вот начнем с законов Ньютона, потом электричества, потом термодинамика, о, а школьная программа уже кончилась, да, а мне нужно там, а я хочу дроны строить, да, или создать аппликацию, которая там электроскутерами позволяет обмениваться. А меня этому в школе не учили, да, и поэтому вот выкристаллизовать, что, какие общие навыки и какие фундаментальные вещи должны остаться в школьной программе, а какие это просто дань традиции или какой-то багаж, который нужно переосмыслить, это один из главных вызовов для системы образования, как во всем мире, так и, конечно, в Латвии, да. Ну, по поводу системы образования, вы же знаете, сейчас пилотный проект введен такой, школа 20-30, с собой на компетентном подходе, я так понимаю, будет система модулей, языковая, спортивная, как вы ее оцениваете, как человек работающий? Она неизбежна, да, вот, всегда вопрос в реализации, да, и в том, ну, как поднять себя за волосы и вытащить из болота. То есть одно дело – это как бы пилотный проект и как бы центральное понимание и сама, значит, стандарт, примеры программ, структура. А дальше ее наполнение учителями, которые несут эту идею, которые понимают, что они делают, и школы, которые способны переукомплектовать то, ну, как бы, то предложение, тот набор программ, которые они видят, что, да, наша школа вот с такими учителями, с такими потенциальными учениками способна это предложение реализовать, это и будет самый большой тест того, как мы проплывем, поплывем. А как мы поплывем? Потому что, понимаете, если говорить о физике, я не так давно закончила школу, у меня сейчас вижу предание, я все очень хорошо помню, учителя по физике сразу переходят к формулам, понимаете? Мы не сидим в лабораториях, мы не смотрим, как что-то при воздействии на что-то дает какой-то другой результат. И поэтому мы не можем, вот если нас сейчас перенести куда-то вот назад в будущее, мы не можем ничего изменить, починить или изобрести, хотя у нас есть эти знания. Ну, это же такое сильное преувеличение, но оно бьет в точку, в самую слабую точку. Самая слабая точка – это действительно, что формула – это способ изложения понимания. И самая слабая точка реализации всех этих замечательных идей про модули, про компетенции, про контекст, связь между предметами, самая больная точка, в которой он опирается – это наличие компетентных учителей, в частности точных наук, в частности как раз те, как может научить, как вы сказали, изобретать, понимать. Человек, который сам не способен изобретать и понимать. И там очень большое поле, которое нужно обрабатывать. Вот в частности это был и главный стимул для нас изменить довольно радикально в высшей школе, в нашем Латвийском университете, базовую программу бакалавра по физике, так чтобы был модуль из трех семестров, где мы можем научить физике в достаточном объеме будущих учителей и, главное, научить так, как мы ожидаем того, что они будут учить школьников. Это тоже перемены, они требуют идти против определенной инерции, мышления, против определенных традиций, но это опять-таки часть тех процессов, которые происходят не только здесь локально. Возвращаясь к учителям физики, сейчас, возможно, это самая, может быть, перспективная и самая интересная карьера для молодого человека, который заканчивает школу или, может, получил только недавно техническое образование, поскольку потребность сейчас огромная и будет только возрастать. И главное, что хочется донести до будущих учителей, что педагогическая деятельность, особенности в рамках творческих точных наук, это очень творческая деятельность. Если есть соответствующие компоненты личности, то я бы очень серьезно предложил бы рассмотреть такой вариант развития событий. Вы сейчас с Триппи, там, понятное дело, говорили об учителе физике, но вы же знаете о том, что, допустим, в прошлом году был выпущен на всю Латвию только единственный учитель физики. То есть спросом и интересом среди молодых людей, я так понимаю, эта профессия абсолютно не... Один человек, это зависит, как считать, я все время подчеркиваю, что проблема большая, и не стараюсь ее уменьшить. Вот. Но почему? Маленькие зарплаты неинтересны, просто хочется понять, или люди сейчас все хотят быть банковскими клерками, откуда отсутствие интереса? Я думаю, две этих компонентов. Во-первых, мне приятно наблюдать то, что в общем, как бы, меряя температуру в обществе, вот смотря, что в публичной сфере обсуждается, что такие вопросы мне заведут журналисты, в общем, интерес общества к точным окон, к физике, просыпается и нарастает. Но это очень медленный процесс. Действительно, понятие того, что наибольших успехов можно добиться, только идя трудным путем, и не выбирать по умолчанию путь наименьшего сопротивления. Конечно, та часть, опять-таки, я бы сказал сразу, семей. То есть, молодой человек, он выходит из своей семьи и несет с собой те ценности, которые ему прививаются, как в семье, так и в школе. Это очень просипенный процесс понимания того, чтобы чего-то добиться, нужно серьезно работать. Значит, конечно, это нехватка тех, кто вообще готовы идти. И второе, ну, естественно, если вы глубоко понимаете физику, если вы творческий человек, да еще и с людьми хорошо понимаете, понятно, что такой специалист будет просто нарасхват. И закон спроса и предложения никто не отмечал. И это, может, только самые большие, лучшие, богатые школы могут предложить достаточно конкурентоспособную зарплату, чтобы такой педагогический талант удержать. И здесь очень важен элемент, опять-таки, критической массы, поскольку если это физик-физик, то школа должна быть достаточно большая, чтобы полностью его загрузить именно физикой. И это вопрос, как бы, одна из надежд реформы школы 2030 в том, чтобы школы могли больше специализироваться, им не нужно было всем под одинаковый стандарт. Минимальный уровень общего образования по всему спектру каждая школа, которая среднюю программу предлагает, должна обеспечить. Но вот что именно предлагает школа для углубленного излучения, для 12 класса – это должны быть козыри. И в идеале в этой школе козырь сильный физик-информатик, в этой школе сильная биология, среда и химия. Опять-таки, увидим, как это происходит в практике. Конечно, то, что меня беспокоит, это в том, что мы очень далеко от такой ситуации, когда не нужно особо беспокоиться, в правильном ли я живу районе, выяснил ли я все подводные камни, которые в этой школе есть, и не будет ли так, что в 9 классе вдруг пропадет математичка и вообще не будет оценки. Как родитель, говорят с коллегами в более уже развитых и успешных обществах, но гимназия есть гимназия, и мы еще подумаем, нужно ли нам гимназия с более точными локами или с такими, какая, да неважно, они все хорошие. То есть, это как раз функция государства обеспечить то, что обязательное образование и каждая школа достаточно хорошее. И в дальнейшем уже выбор, что мы на хлеб намажем, но ситуация, когда неблагополучные школы собирают себе неблагополучных учеников и замыкается цикл какой-то достаточно грустный, это те риски, против которых нужно бороться. Когда вы говорите, неблагополучная школа, неблагополучные ученики, это действительно такой цикличный процесс, ничего не меняется. Одни и те же школы одно место в рейтинге занимают, ну а лучшие действительно остаются и между собой, может, только как-то, ну и меняются порядки. Вот, ну есть люди, которые разбираются значительно лучше, чем я, в том, как правильно организовать систему образования. Одна из них, это ответственность директоров за успех школы. Тоже вопрос, что такое успех, скажем, использовать рейтинг олимпиад, для того, чтобы сказать, какая школа успешная, это как раз очень неправильный ответ. Результаты централизованных экзаменов, как один из вариантов. Это уже правильный шаг в правильном направлении, но даже здесь существенно самый главный показатель, это то, где ученик был и куда он попал. Вот. И да, более конкретных механизмов, я вам так сразу не скажу, нет того, что у меня есть ответы на все вопросы. Раз о функциях образования заговорили, может быть, стоит напомнить, слушатели, Министерство образования у нас занимается тем, что курирует и дошкольное, школьное, и высшее образование, да, и вот мы общались с учителями в этой студии неоднократно, учителя жаловались, допустим, что вот там нынешний министр не вступается за них при их борьбе за повышение зарплат. У нас здесь был представитель, глава баскетбольного союза сидел в этой студии, который говорил, какой вообще министру делал до спорта, у них там столько проблем, да, своих в образовании, я говорю, в школе. А что у нас с наукой, да, не знаю, общались ли вы, может быть, когда-нибудь лично с госпожой Шуплинской? Мы общались хотя бы на торжественном ужине по поводу Европейской олимпиады по физике, почетным председателем организации и комиссии, которой госпожа Шуплинская являлась. С наукой, если мы с этого конца начнем, все, может, не так плохо, как мы привыкли говорить. Одна очень важная компонента, которая наладилась, и это мы реально видим, вот, понятно становится дорога развития научной карьеры, когда каждый год есть конкурс по прозрачным, известным, общепринятым критериям, оценивается независимыми международными экспертами, это вот система грантов. Следующее, то, что мы ожидаем от этого правительства, это не изменение, это... Сохранение. Изменение параметров финансирования, так называемого базового финансирования науки, опять-таки, нацеленное на то, чтобы научный... Путь научной карьеры был понятным и предсказуемым и основывался на измеряемых понятных показателях. Вот. Всегда можно говорить об общем объеме, но исключительно важно то, в какую именно систему эти деньги, что называется, вливаются, поскольку всегда лишние деньги можно потратить, всегда можно съесть. И это вот была большая проблема предыдущих, может быть, циклов европейских денег, когда настолько неупорядоченная ситуация, что часто, получается, проект или нет, определялась больше везением, чем достоинствами проекта, и многие деньги, может, съедались без вклада. Опять-таки, почему это возможно? Потому что то, что касается научной деятельности, есть конкретные показатели, по которым это базовое финансирование распределяется, и тогда в рамках каждого научного заведения, и каждого вуза становится, ну, это уже задача местного управления, организовать процессы так, чтобы эти показатели оптимизировать. Ну, и сказано, вами я не вижу никаких упаднических настроений, наоборот, да? Абсолютно, нет, 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 я, ну, я, может, принципиально против упадничества, но это не так, что вот неважно, пусть все горе огнем, а я все равно буду здесь оптимистом улыбаться. Реально можно работать. Я четко знаю, как мне развивать мою науку, чтобы вот, когда мой грант закончится, у меня были результаты, идеи и команда, чтобы сделать следующий шаг, да? Я понимаю, почему моя группа получила вот именно столько евро в этом году, потому что два года назад у нас был такой проект, а здесь у нас были такие стаси, да? Вот. Конечно, всегда можно лучше, да? Всегда можно больше. Один из тоже, ну, ключевых моментов, это момент, и здесь он тоже затрагивает извечно больной, языковой вопрос, это вопрос того, какой язык, с какого, значит, вопрос открытости системы высшего образования и науки к международной среде, и в первую очередь это возможность на постоянные академические должности избирать, приглашать иностранных лучших и наиболее подходящих к этой должности, которых у нас здесь просто не будет, потому что, потому что не будет, но откуда взяться в Латвии, скажем, вот астрофизику, да, если ее не было, а нам нужен, да? Вот, и это вопрос, где, конечно, там, моя позиция с позицией большинства пока расходится. Вы сейчас говорите о каких-то языковых поблажках, да, я так правильно понимаю, что... Об обязательном требовании для той же самой профессуры уже при вступлении в должность знать латышский язык на высшей степени, то есть это не самая прогрессивная практика, что показывает опыт государств, в том числе сравнимых с Латвией, которые должны сохранять свой язык, та же Дания, опять-таки, та же Эстония. Вот, и мне очень нравится опыт того же Израиля, где я получил свою докторскую степень, вот сейчас общался со своими бывшими однокурсниками, своими руководителями. У них еще очень четкое правило. Степень бакалавра только на иврите, да, и преподавание, сама работа, тут нет вообще никаких вопросов. Магистр и выше, если есть хоть один студент, который языка не знает, он иностранный студент, я сам был таким иностранным студентом, этот курс читается на английском, и это в обязательном порядке, как для студентов, так и для преподавателей, и это ни у кого не вызывает проблемы, не вызывает проблемы, почему? Потому что есть достаточно критическая масса, это в том числе вопрос компетенции и наших местных преподавателей, если определенные аспекты их профессиональной деятельности каждый день происходят на английском языке, ну, то их глобальная конкурентоспособность увеличивается. Это именно, ну, открыть, иметь достаточную вентиляцию, чтобы мы не варились в собственном соку. А к вопросу физики хочу вернуться. Физика, да, возвращаемся к физике. Буквально недавно на телеканале Рига ТВ 24 я наблюдала следующую дискуссию, поскольку у нас Теледва и ЛТВ уже, ну, можно сказать, запустили пятое поколение мобильной сети. Я, кстати, очень удивлена была, почему на этой дискуссии не принимали участие, допустим, вы или другие физики. Ну, можно делать определенные выводы о качестве журналистики, но это будет остаться Я очень тезисно и кратко перескажу. В рамках приглашенных гостей в студии сидела известная исполнительница Латвии, солистка Триана Парк, которая высказывалась о том, что она, я так понимаю, выступает против 5G и говорила, что это может угрожать здоровью людей. Более того, после того, как мы сделали материалы, вот состоявшиеся этой дискуссии, я понаблюдала за тем, что пишут читатели в комментариях под новостью, да, люди читают. И вы знаете, большинство из них пишет об онкологии, о том, Это новая паранойя, очень такая полезная тема. Поэтому, пожалуйста, что вы об этом думаете? Это определенная паника, которая, конечно, бывает иногда неизбежна при введении новых технологий. Значит, это абсолютно четко. Это дым без огня. Научные аргументы можно обсуждать с людьми, у которых есть хоть минимальная научная компетенция, что, ну, прям никак нельзя сказать о певице. Этот клип ее, ну, уши вянут, грустно становится, да, но это, и это немножко опасно, потому что люди совершенно не понимают, что они делают. Они делятся ужасающими материалами всякой онкологии, как нам микроволновки радиоактивные. Микроволновки радиоактивные. Мини-Чернобыль. Это полная чушь. Полная чушь, да. То есть, и поэтому мы, собственно говоря, подсуетились даже на факультете, сколько могли. Вот мои коллеги даже составили детальный, на 10 страниц, обзор научного консенсуса по поводу того, какое излучение неонизирующее, неонизирующее, есть рак, нет рак, у мышей, у людей, что, как и почему. Вот. Но это очень похоже на движение против вакцинирования, на, что еще такое, вот такие параноидальные группы, которые соединяют, объединяют людей одинаково мыслящих через социальные сети, и в которых главное это антисты, земля плоская. Вот. Это то же самое, те же самые... Темные люди, которые до сих пор так считают. Нет, нет, здесь есть не только темно... Да. Это определенная тенденция всюду видеть заговор, всюду... И совершенно не критично, абсолютно не критично подходить к выбору информации. Это тоже один из аспектов как бы того, как наше общество меняется. Какая-то тема может объединить всех сумасшедших, и за ними пойдет большая толпа, и будет всех пугать. Да. А по сути, ну, это я по сути расскажу. Конечно, частоты те же самые, что и в микроволновке, о чем мы от микроволновок не погибаем, да? А потому что важно не только частота, но и интенсивность, которой мы это получаем. Почему 5 ГА, которых частоты более высокие, нужно больше излучателей, больше антенн, как раз, чтобы уменьшить ту интенсивность, которую телефоны должны излучать, чтобы с этой базовой станцией общаться. Более высокие частоты больше поглощаются, соответственно, нужно больше базовых станций, но на эти частоты можно посадить значительно больше данных. Это очень четко прослеживается, исследуется и регулируется. Именно уровень интенсивности отличает микроволновую печь от Wi-Fi-рутер, у которого та же самая частота. Старые печи, плохие, у которых немножко не идеальная изоляция, опять-таки, совершенно безопасная для людей, но они могли вырубать Wi-Fi на то время, пока греется, поскольку 2,45 ГГц, именно эта же частота. Если человек совершенный, даже не знаю, как по-русски сразу слова цензурные не получается сказать, совершенно некомпетентный, начинает последователям своего таланта грузить полнейшую чушь про частоты микроволновки имени Чернобыля, этому общественному явлению нужно противодействовать, стараться изъяснять, объяснять те, у кого уши, пусть услышат, но те, у кого нет, советую исключительно шапочки из фольги, единственное спасение в этой ситуации. Господин Кощеев, вы профессор Латвийского университета, вы физик. Как вас занесло в политику два года назад? Причем вы являетесь, я напомню, членом партии движения «За», предполагалось, и мы тоже ожидали увидеть в списках кандидатов депутата сейма нынешнего, 13-го уже созыва, но среди 150 человек, которые баллотировались от движения «За», вашей фамилии там не было. Да, да, сразу прошу прощения тех избирателей, которые пришли к университету, именно ожидая моей фамилии, это было очень взвешенное решение, которого я абсолютно не жалею, просто все больше понимая и привыкая к общественно-политической деятельности, я, конечно, очень четко понял, что это или-или, и та интенсивность деятельности, которая минимально необходима в науке, она исключает сравнимую интенсивность деятельности в активной политике, чтобы баллотироваться на избранную должность, или же чтобы баллотироваться, скажем, на должность правления партии, на последнем конгрессе партии, как бы я тоже не баллотировался на... Если ты хочешь что-то изменить, ты должен что-то делать, но один из способов что-то делать, это как раз быть членом партии, вот, и мне, я очень как бы рад как успеху нашего движения на выборах, так и внутреннему росту партии, это полная открытость всех заседаний партии для членов партии, они в онлайне всегда есть возможность подключиться, прийти, дискутировать, поднимать вопросы, и так как мы в реальной политике, в реальной коалиции, то это все сложные решения, они очень детально обсуждаются, и мы видим, как непростые подчас политические компромиссы образуются, так что вне зависимости от политических взглядов и предпочтений это не обязательно должна быть именно та партия, которую я выбрал, но быть политически активным, мне кажется, это такая замечательная возможность быть политически активным, которую я каждого думающего человека призываю рассмотреть как возможность. Вы сказали, что вам захотелось реальных действий действительно что-то менять, поэтому вы примкнули к рядам членов партии, но чтобы что-то менять, гораздо реалистичнее стать депутатом. Да, и я исключительно рад за тех депутатов движения за, которые благодаря моему вкладу в компанию стали депутатами, я бы все повторил в точности, и они значительно более подходящие депутаты, чем я, по крайней мере, вот неизвестно, насколько Слава будет успешным депутатом, когда он выберется, это может мы увидим, может мы не увидим, но я более чем уверен, что те депутаты, которые я помог быть избранными, я очень горд, что они наш парламент, они наш парламент облагораживают, делают очень благодарную работу, ну, в тех позициях и в тех местах, где они работают, там, где вопросы касаются непосредственно моей компетенции, конечно, мы консультируемся, и возможность всегда иметь прямой доступ к фракции нашей партии, консультироваться с депутатами по любому вопросу, который сейчас проходит через САИМ, понять, как это влияет на вещи, которые что-то значимы не важны. Но все-таки вы ответили сейчас, знаете, рядом где-то. Ну, так, еще раз. По поводу вашей карьеры депутата, вы сказали, что есть более подходящий. Депутат или профессор, ну, что вы хотите от меня? Вы более подходящий. А я пока еще физики больше приношу толка, мне кажется, А вы думаете, вы не можете совмещать? Или это будет... Нет, именно поэтому я не баллотировался. Именно, но это я так, это понимается, потихоньку, ну, я рухвожу двумя научными проектами на полмиллиона, у нас есть замечательные идеи, которые в разных стадиях разработки. Мы, наконец, с Андрисом Амбайнисом нашли интересную проблему, которая не решена, которую мы видим по-разному. И в этом мире идей, конечно, мне можно, возможно, упрекнуть в том, что я выбрал такую комфортную зону физики, математики, науки, поскольку политика очень неблагодарное занятие. Вот. Ну, посмотрим, как жизнь повернется. А вы не удивляетесь, как ваши однопартийцы умудряются, допустим, работать в коалиции с четырьмя другими партиями, которые абсолютно расходятся, допустим, во взгляду. И вы рад не работать в коалиции, да? И вот это было ключевой, это было очень-очень непростое, ключевое решение для нашей партии войти в объединение с партией за развитие и, ну, позиционировать свою программу достаточно толерантно и открыто, чтобы работать вместе с теми, с кем у нас есть кардинальные несогласия, в том числе, как бы, отдельные вопросы, оговоренные в договоре о коалиции, которым мы заранее предполагают различное голосование. Вариант не быть в коалиции. Вот. это не вариант. Мы боремся за наши идеи и идеи притворяются через реализацию власти. Какая степень власти нам дана избирателям и какой мандат нам дан, но это определяет, ну, это реально твердая валюта, да? Количество мандатов, которое определило, ну, вот, тот исход очень сложного, как вы помните, процесса образования правительства, который определился вот сейчас с такой конфигурацией, где, естественно, у партнеров есть очень сильные разногласия по разным вопросам. Мы стараемся концентрироваться именно на том, на чем мы можем договориться и стараться в общем продвигать идеи нашего движения, либеральную политику и общую как бы рациональность и разумность политического процесса. Нам пора на этом заканчивать. Я говорю вам спасибо. У нас сегодня в гостях был квантовый физик, профессор Латвийского университета Вячеслав Кащеев. Спасибо большое за этот эфир. Алена Борисова провела передачу, помогал мне звукорежиссер Евгений Копеин. Оставайтесь с нами. Спасибо. Спасибо. Спасибо.